Подарить надежду на выздоровление в рамках ежегодного марафона под названием «Чтобы сердечко билось» прошла акция «Моя мама самая красивая». Для женщин в Республиканской детской клинической больнице организовали настоящий салон красоты. А для маленьких пациентов аниматоры устроили развлекательное представление. Акция приходит в отделение онкогематологии с 2012 года в импровизированном салоне красоты. Опытные специалисты делают женщинам стрижку, маникюр и макияж. Всё это для того, чтобы хотя бы на время они смогли отвлечься. Ведь каждый день здесь идёт постоянная борьба со страшным недугом. И прежде всего нужно верить только в лучшее, несмотря ни на что. Мы помимо того, что мы лечим, мы ещё постоянно находим какие-то варианты, чтобы улучшить здесь быт. Пытаемся их как-то расшевелить, как-то привлечь, чтобы они отвлекались от болезни. Ирина с маленьким ребёнком лежит в отделе онкогематологии уже полгода. Еле сдерживая слёзы, женщина вспоминает тот день, когда узнала о страшной болезни сына. И как совсем недавно ей говорили, что шансов на выздоровление у её малыша почти нет. Мальчик уже пережил операцию и впереди его ждёт ещё одна. У нас была последняя стадия. Но всё-таки мы молились и наше солнышко выжило. Мама очень молилась. У меня без него жизни нет. Итоги благотворительного марафона подвели ещё 12 марта. Тогда стало известно, что на лечение удалось собрать около 100 тысяч рублей. Буквально в последний момент помочь решили и организаторы конкурса «Мисс Крым». Все вырученные 300 тысяч рублей с проданных билетов они отдадут фонду. Дети – это очень сложно. И помогать ей, думаю, стоит. Потому что у них ещё вся жизнь впереди. И хочется дать какую-то надежду, какую-то веру в то, что всё будет хорошо. Сегодня в этом отделении в срочном лечении нуждаются более 30 детей. Многие из них находятся в тяжёлом состоянии. Если за последние два года проблема с медикаментами решилась, то с оборудованием пока есть проблемы. Поэтому деньги решили потратить на кардиомониторы. Врачи смогут вовремя обнаружить проблемы, которые возникают у ребёнка. И благодаря этим финансам мы будем спасать детские жизни. В сборе денег на лечение активно участвовали студенты симферопольских вузов. Они организовывали различные ярмарки и благотворительные концерты. Мы, как никто, понимаем важность здоровья у людей. Ведь воистину здоровье – это самое ценное, что есть у каждого человека. Необходимую дорогостоящую аппаратуру закупят и привезут в детскую клиническую больницу в ближайшее время. На эти деньги приобретут как минимум три кардиоаппарата. Анжелика Завгородня, Алексей Староженко. Время новостей.